Кухня – это очень важная часть национальной культуры, причем любуется национальная культура. Кухня так же, как и костюм, так же, как и музыка, так же и как и истории, которые мы рассказываем, то, с чем мы приемли сюда. У нас будет такая вводная часть первые 10 минут, и мы приглашаем угощаться нашим подбором, а потом сесть на свои места и будут выступления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я медицинская медицинская медицина, для того, что я живу и учусь 8 лет в Китае. Я принимала горстями три раза в день, как выписал мне врач. Нанесли очень сильный ущерб моей печени. И гипотолог сказала моим родителям, что еще одна таблетка ее убьет. Мое извлечение об этом потом. Я молдаванка, родилась и выросла в Молдавии. Сколько кровей смешалось для того, чтобы сформировать молдавский народ, я не считала. Но если вам случится побывать в Молдавии, в детском саду или школе, вы увидите цветник. Детки с волосами всех цветов и оттенков. От светло-русых, медных, до темно-коричневых, даже черных. С глазами всех гамн синего, зеленого, карьего. Первое тысячелетие до нашей эры в Несторско-Пруцкое Междуречье пришли фракийские племена. В 4-3 века до нашей эры тут уже были расселены геты, гетодаки. Первый век нашей эры римский император Троян захватил часть земель, образовав провинцию Дакия. Она была заселена римскими колонистами. В ходе великого переселения народов в Несторско-Пруцкое Междуречье проникали различные племена. Венеды, Годы, Гебиды и другие. С начала 3 века на территории Молдавии создано сильное Годское государство. В конце 4 века государство входит в состав империи гуманов. 4-5 века началось широкое проникновение славян в Несторско-Карпатские земли. Оседая на этих землях, они ассимилировались. Во второй половине 11-12 века в Дунайско-Днестровские земли перекочевали половцы. 13-14 века – Золотая Орда. Монголы, разгромив русские княжества, двинулись на запад, покоряя Днестровско-Карпатские земли. В 13 веке Молдавское княжество попадает в фасальную зависимость от Турции. В 16-17 века Молдавия стала объектом интересов Речи Посполитой, Римской империи, Золотой Османской империи. Воплечена в войны. Впоследствии попадает под проректорат Российской империи. Где-то в детсадовском возрасте, когда все девочки мянчили и кормили кукол, я делала стетоскоп из веток деревьев и лечила всех, кто не успел спрятаться. В 17 лет я стала студенткой Государственного медицинского университета в Молдавии, который по факту является слиянием двух университетов – местного молдавского и второго ленинградского, который был эвакуирован в Кишинев в 1942 году. Обучение в медицинском университете было не только радостью от приближения моей мечты стать врачом, но также постоянной сильной болью в суставах. Мои суставы были воспалены, я хромала. Западная медицина помочь не могла, а периоды для меня были того. Вот так хромая по университетским аудиториям, лабораториям, библиотекам, больницам, на цикле реабилитации я узнала об иглоукалывание. И на моем горизонте появился образ далекой, совершенно для меня тогда незнакомой страны. В Китае, где мне было суждено прожить почти без выезда на 8 лет, изучая и развивая китайскую медицину, но тогда я об этом еще не знала. Long story short. В 23 года я заканчиваю медицинский университет, и мне счастливится поступить в резидентуру на специальность альтернативной медицины, где, собственно, было иглоукалывание. Три года резидентуры только разбудили жажду изучить это иглоукалывание в Китае. В 2000 году я участвую в соревновании, получаю стипендию на обучение в Китае и уезжаю туда. На очень долго. В Поднебесной говорят, кто найдет жемчужину дракона, тому повезет, тому откроются все дороги Китая. Мне повезло, дракон даровал мне свою жемчужину, и все дороги Китая в течение этих 8 лет будут для меня открыты вплоть до докторантура в китайскую медицину. Я обрела надежду, вооружившись иглоукалыванием травмами, спасти мир от болезней, а заодно и себя. Мои первые мысли в Китае. О боже, китайский язык похож на птичий, я никогда его не выучу. Я расплакалась. Почему нигде нету паголь, которую я видела в фильмах, в самом деле? Почему? Ладно, тут иглоукалывание круче, но западная медицина однозначно лучше у нас. А по факту получилось вот что. Несколько лет спустя я уже участвовала в медицинских переводах китайских, русских, английских языках для иностранных студентов, пациентов и даже в Академии наук Китая, виртуозно переводила сложнейшую медицинскую терминологию, она выучилась сама в процессе изучения китайской медицины на китайском. Пагоды я нашла, но только в парках, в исторических местах и за деньги. В 2002 году в больнице в Тинзине мне сделали общий анализ крови. Как вы думаете, за сколько, за какое количество времени вот можно сделать общий анализ крови? Просто пару цифр на угад. Полчаса, два раза в сутки. Да, совершенно верно. В Советском Союзе это были сутки, да, на самом деле emergency это делалось за два часа, час. Мне его сделали за пять минут. То есть пробивку с кровью вложили в умную машину, которая тут же выдала распечатку анализа. Я была потрясена. На практике в онкологическом институте я увидела кибернож. Мне объяснили, что это инструмент, в котором проводятся операции на мозге, не вскрывая черепа. На то время в Советском Союзе об этом даже мечтать не могли. Не существовало ничего такого. Из моих ага-моменс в Китае. В китайском языке иероглиф «страна» состоит из трёх частей. Ограда, император и нефрит. Самой большой ценностью и драгоценностью Китая является именно нефрит. В Китае мужчины не открывают двери женщинам. Ни в здании, ни в машине. И это не считается отсутствием хороших манер. В Китае принято давать визитку или подарки двумя руками и принимая тоже двумя руками. Это элемент хорошего тона. Когда китайцы нервничают, они смеются, что иногда создают противоречивые впечатления у иностранцев. От своих коллег-китайцев я узнала, что китайский народ считает, что они происходят от дракона. И каждый китаец — это драконий зуб. Меня зовут Инга Спатарь. 28 лет спустя, сегодня... Не сегодня, а не 44 года. Я врач западной медицины, кандидат наук китайской медицины. Я стою перед вами, полностью освободившись от симптомов. У меня больше нету боли. Я себя вылечила, и в этом огромная заслуга Китая. 17 лет изучения науки медицины того стоили. Вернувшись в Молдавию в конце 2008-го, я не могла найти себе покой. Я тосковала по Китаю. И только тут, в Канаде, я чувствую себя на своем месте. Тут есть представители всех тех культур, которые я полюбила, которыми я жила. Тут есть вы. Спасибо огромное. Огромное. Наш следующий выступающий Елена Мельникова, армейст-казак из Елены Мельников. Елена рулит в русском. Эрик. Эрик был в Сайдинге. Привет. Это я. Чис. Бабушка зовет меня Чиф или деточка. Папа Чиф, это уже большой мальчик, пора браться за мной. Мама зовет меня кушать, а братья и сестры, чих отдай. Мы живем в гнезде, ямке, заводослышанной трубой. Там тихо, если угодка, блин, дождь не идет. А если дождик, то вода гремит в трубе, и на голове капли, и взлетает в воздух. А мы у нас однокомнатные. Со мной у нас умещённая кухня, совсем маленькая. Папа говорит, хорошо, что отдельные. Многие до сих пор живут в хмонах. Но у нас куча. Люди по утрам уходят на завод имени Клава Зубскина, возвращаясь, сидят во дворе, выпивают, забивают козлы и надеются. Жены кричат им из окна слова, которые не велит повторять мне бабушка. Папа говорит, наши себя так не летут, мы и птицы другого повета. И каждый раз добавляют, что все наши уже давно не летели на муку. И что себе думает наша мама? А мама всегда отвечает одинаково, что все наши всегда жили здесь, что язык она не выучит, и что казино там ничем не лучше нашего не сдать здесь. Они часто обсуждают, как на кухне, когда думают, что мы дети уже спим. Нас пятеро. И папа убеждён, что мы должны вести свободно, а здесь это не возможно. И поэтому надо срочно всем перебираться на юг. Пара его приятелей залетают к нам на кухне и участвуют в обсуждениях. Они громко спорят о правительстве, которое ненавидит своих граждан, обсуждают слово геноцид и не дают нам детям спать. Я понял. Геноцид – самое неприличное слово на свете. Оно гораздо хуже всех слов, которые бабушка не любит мне повторять. Ура! Мы едем. Не знаю, что произошло, но вдруг все в доме стали обсуждать, брать с собой жрение мушей, купить петель, ненавидеть пчеловатой, девушке, но сам без гражданской моменты. Мама кричала, что по этой медиссертации после промоты никому не нужна там. А вот шелковое покрывало, которое дедушка когда-то привелся с хорбина, она возьмет обязательочку. Оставьте маму, перья сейчас вообще никто не носит, говорила мама бабушке. Бабушка дулась, и объясняла, что это ее личное имущество, и оно ни за что. После долга тихонько ромает слезы. Мне жалко бабушку. Мои братья и сестры, они жалеют, галдят целый день, что есть мочи. Они даже загружают мою скрипку. Моя скрипка тоже едет. Папа объявил, это не обсуждается. Скрипка мучила меня здесь, я надеялся, что смогу уехать от нее в великолепно. А нет. Скрипка воспитывает терпение, говорят взрослые. Я считаю, она воспитывает нервность. Четверо, дядечка, сыграй мне французскую песенку, чистенько говорит мне бабушка. У меня сразу хочется взять нога. Я не знаю, что это значит взять нога, но взрослые, как говорят, когда они очень недовольны чем-то. Я недовольна. Довольна ли я, что он в этих на них, я пока не знаю. Процелка и плохо. Люблю своих родных, любит, как добавляют, что готовят кучу, и не люблю, но в кучу. Я вообще никуда не летал дальше нашего двора, да и не очень до нас выпускали, как говорят взрослые. Мне это непонятно, но в весну. Я не люблю принуждение и забит. Мы птицы свободны, как ветер. Я это чувствую, что есть у меня в груди. А мама считает, что все наши чувства в голове. Она психиатра. Такой врач, который лечит неправильные чувства. Однако если я чувствую так, то почему это неправильно? Видимо, с этим я разберусь уже на видео. Говорят, там по драку сходят кто не доктор, тот скрипач. А у нас полный конфет, все есть. Значит, будет все в проекте. А мы как думаем? Привет, это я, Chief. Грэмма calls меня. Шифелл Бэйби. Папа Читэнь. Ты уже большой парень. Мама, москопа, 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 москопа. Мы живем в ест холт behind the drain pipe. It is quiet and dry when it doesn't rain. The water рumbles in the pipe and flies into the nest with arrogant drops. There's a small room. The kitchen is quite small. Dad says, well, it's good that it's separate. Many people still live in communal apartments. Our house is a ravine. People go to the club who can plant in the morning and return and send me a drink and slaughter or fight. Wives shout words from their windows that Grandma does not allow me to say. Dad says, our people do not behave this way. We are birds of another flight. And then each time he adds that everyone has already flown south long ago. So what does our mother think of herself? Mom always answers in the same way that all of our people have always lived here and she will not learn the language and that the basket there is no better than our nest here. They often discuss it in the evenings in the kitchen when they think that we, the children, are already sleeping. There are five of us and my father is convinced that we must grow free and here it is impossible and therefore we must urgently move to the south. A couple of Papa's buddies fly into the kitchen and participate in these discussions. They are all arguing loudly about a government that hates its citizens discuss the word genocide and do not let us children sleep. I understood. Genocide is the most indecent word in the world. It is much worse than all the words that my grandmother tells me not to repeat. Hooray! Here we go! I don't know what happened but suddenly everybody in the house begins to discuss whether it was necessary to take a sewing machine, a 10 kilowatt boiler, a grandfather's saber from the Civil War. Mom shouted that my father's dissertation on cool material was not needed by anyone there but the silk coverlet that my grandfather had bought from Harbin she would definitely take. Leave it, Mom! Nobody wears feathers at all now! Mom said to Grandmother. Grandma pouted and explained that it was her personal property and that she would never. And after a quiet long time she just shed tears. I feel sorry for my grandmother. Brothers and sisters do not feel sorry for her. They are screaming and yelling the whole day. They even drown out my violin. My violin is also going. Dad announced that it's not up for discussion. The violin tormented me here and I hoped to leave it far, far behind. But no! The violin teaches patience, adults say. I think it raises hate. She fairly dare. Play for me a French song, Grandmother always tells me. And I immediately want to take the gun. I don't know what it means to take the revolver, but adults say it if they're very unhappy with something. And I'm not satisfied. Am I pleased that we're flying south? I do not know yet whether it's good or bad. I love my family. I love when my grandmother prepares a kugel. I don't know and I do not like to do my homework. I haven't yet flown farther than the neighborhood yard. I'm not really let out, adults say so. It's not clear to me and sad because I do not like the compulsion and prohibitions. We are birds, free as the wind. I feel it in my chest. And my mother believes that all our feelings are in the head. Mom is a psychiatrist, a doctor, who treats the wrong feelings. However, I feel this. If I feel this way, why is this wrong? Apparently, with this, I will deal in the south. It's stated that people who are landing south come down the gangway if not a doctor, then a violinist. And we have a full set here. So we'll be all right. Right? What do you think? What do you think? What do you think? — Добрый вечер. Я согласился сегодня участвовать, потому что это очень интересно, когда говорят о разных культурах, и особенно о тех культурах, которые были интересны в азербайджанской культуре и специфически в азербайджанской музыкальной культуре. До XIX века азербайджан не знал, что это проза. Писатели-празаики просто не существовали, потому что слово воспринималось только в качестве поэзии. И азербайджан дал миру таких поэтов, как Найми, Насими, Физули и Мирзешафи Базе, Бакив. И только в XIX веке в азербайджане появилась проза, и первым прозаиком был Мирзешафа Али Ахунтов. К XX веку Азербайджан подошел в ее культурном центре Российской империи Баку, два оперных театра. И первая профессиональная опера была создана в 1908 году. Я жду главу опера Лея Ильич Ночной на словах Физули по дебретто самому Зира Баджебекова и его практору Джейхун Бека. Азербайджанская музыка в основе своем держится на базе мугам. Что такое мугам? Если в зале есть музыканты, то есть тетрахорды. 4, 4 и 4. И вот интервалы между ними внутри и интервалы между тетрахордами составляют различия между мугамами. То есть разница между мугами. Их 7. Это Раст, Шур, Сегях, Чаргях, Баятышерас, Шиштай и Хумаил. И, собственно говоря, это являлось основой народного творчества. Но это происходило до 20 века. В 20 веке мугам очень сильно разветвился и расширился через синтез симфонии и синтез джаза. И также он, естественно, в тот же его оперное творчество. Так как первая опера именно была, то есть все арии, все номера были построены именно по принципу мугамы. Вот эта основа была опера Лилии и Мечду. Потом уже в советские времена появился такой, в общем-то, замечательный композитор Фикрет Амиров, который создал жанр симфонического мугама и создал три совершенно великолепных произведения. Это Шур, который написан в мугаме Шур, Кюрдов Шары в том же Ладу Шур и Гюлистан Баятышерас, Владимир Баятышерас. Еще один совершенно потрясающий образец симфонического творчества – это раст с симфоническим мугамом композитора и дирижера Ниази, довольно известного в Азербайджане и в бывшем Советском Союзе. Да и в Европе тоже, пожалуй, он часто дирижер был, в Чехии, во Франции. То есть он был, скажем, в Азербайджане, в Азербайджане, известного джазиста, который создал синтез джаза с мугамом и сделал мугам, в общем-то, достоянием нас во всем мире. Потому что это, на самом деле, совершенно уникальный синтез, не более уникальный для меня, чем симфонический, но более распространенный и более воспринимаемый, будем так говорить. Я, значит, хотел бы просто показать образец того, как мугам звучит на скрипке в обработке замечательного азербайджанского скрипача, непокойного уже профессора, народного артиста Азада Альева. Он сделал такую небольшую, маленькую композицию поэты Шерас. Шерас может вам немножко напомнить по характеру токкату и фугубаха. Токкату баха, вот это вот. Вот это вот. Потому что этот мугам, он по своей структуре, в общем-то, оказался самым наиболее, можно сказать, тонанием. Да. Поехали. 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 Когда Грузия стала частью царской России, многие поменяли свои фамилии, в том числе Андроников, предки его Андроник Ашвили. Этот человек в семье Калантаровых жил очень хорошо, его полюбили, и он очень любил там рисовать, ему дали все возможности рисовать. Он рисовал на всем, что было под руками. Ткань, жесть, дерево. Его вывески были по всем духанам. Духан – это крачманы. Ты кистями и красками спящих будил, делал розы возлюбленной ярче краше, по гористым кривым переводкам бродил и домой возвращался с тарелкой хаши. И пока ворота на засове, пока не усмет ворточарь красотка, ты снова шел к Майдану и мчал фаэтон седока, заводил грузинского пира честного. Вот гуляет кутины и пляшет кенток, и шашлык на шампуре, и зелень на блюде. Где же ночь? Или вправду я не видел никто, как ты шел под хмельком в потиросветно без люди? Сколько лестниц и каменных стен украшал, сколько красок извел за ничтожную плату. Вот девчоночка держит на кривизе шар, вот пшено на гумне, и склевали цыплята. Рядом горы, и бедный художник в ночи приглашает их запросто в знак понимания, и трубят, словно лопнуть, хотя взор ночи. Горы входят к огоньке. Привет, красмайник! Ты откинул глазами платы на куре, и стога на полях, и туманной выси, и поставил на столах на ранней заре. Стал столом твоим весь разноцветный тбилиси. Ты откинул плотами, но это сытность тебе, и без денег далась. Эти вины и кушанья кисть создавала. Только черная сажа мелькает в глаз, Только лестница рушится в теме подвала. А почем у людей огурец и чеснок? Сколько стоит кусок неразменного быта? Разве это касается сбитого с ног? И лягнула тебя между рога копыта, И отброшена кисть. И на выплакось век синеватые тени наложены густо, И неведомо, где погребен человек. И конец. И навек остается искусством. Есть много работ по перосмане, Но танцевала она в кафе Шантане, В центре Пелиси. И когда ее увидел в перосмане, Он не мог оторвать глаз. Он в нее влюбился, И хотел отдать все, что у него было, Небольшие накопления, его картины. Он все хотел отдать ей. Но прошло какое-то время, Он даже не смог сказать ей, что он ее любит. Вдруг он узнает, что она уезжает С богатым поклонником из Грузии вообще. И в тот день, когда она уезжала, Она увидела на пороге возле своего дома Массу красных роз. Алые розы были везде. Это был последний подарок И последнее признание перосмана. И по этой легенде, Она частично легенда, частично правда, Скорее всего. Как вы знаете, Написана песня Миллион алых роз. Слова этой песни написал Андрей Вознесенский. И Раймонд Фаус написал музыку. Я не знаю, первая ли она пела или нет, Но... Первая, да? Значит, Пугачева первая спела Эта песня. Вот так что эта песня Связана с его жизнью. Замечательный вечер. Не правда ли? Сейчас мы вместе с вами, Все вместе поем. Но я сначала расскажу два слова, Имея ли отношение к мультикалчуру, К многокультуре. В том плане, что Я на мультикалчуру ченнел Проводила, Ну, вы знаете, наверное, Молдова ТВ В Торонто, 9 лет. Потом уехала в Ванкувер, И еще у меня была программа, И есть эта программа, Юнайтинг Бойсис. Она опять на мультикалчуру ченнел. Опять же таки, в многокультуре. Поэтому сегодня я такой ролик Исполню песню. На румынском языке я пою на многих языках, Наверное, споем. Вы, наверное, помните песню Софии Ротару Меланхолия. Если мы все вместе споем, То это будет предмеликолепно. Подпевайте. Вы должны на нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 историй у них присутствует настоящая судьба и драма, конечно, тоже. И этим эти истории интересны. В общем, это наш фильм, это мой, так сказать, режиссерский фильм. Я провела здесь в Канаде 10 лет работы, который предан в Якутии, но вообще, на самом деле, я режиссер-документалист. И сейчас вот я вернулась назад в профессию благодаря этой ченнелс-группе и благодаря моему мужу Валерию, который сидит здесь, оператор-установщик, в общем, работал и в документальном кино, и в художественном кино очень долго. Они с нами своим мастерством рассказывают о том, как и показывают, и учат нас, как рисовать, как лепить, как готовить правильно. И вот, значит, приезжала одна итальянская женщина, которая готовила. Она родом из Абруцина, живет в Америке. Мы помогли ей напечатать ее первую книжку кулинарную, которую она сдала в 78 лет. После смерти мужа она не смогла отправиться, и в конце концов сын ей посоветовал, что маму нужно как-то себя вытаскивать. И, в общем, вот таким вот образом они вытащили маму. То есть мама не просто опубликовала эту книжку, она приезжала к нам два года подряд и давала уроки кулинарные. И сейчас мама, ну, это итальянская мама, мы ее, в общем, так и называем, наша итальянская мама, она сейчас стала, в общем, телевизионной звездой в Америке. Она сейчас выступает в различных, так сказать, шоу, и вот на Рэйчел-шоу ее уже приглашали уже не раз. То есть вот такая вот удивительная-любительная женщина. Итальянцы все, что касается еды, очень похожи на нас, я думаю. Ну, то есть вот на людей, которые родом из Советского Союза. То есть для нас еда очень важна, потому что когда мы готовим, мы вкладываем в эту душу. Когда мы сидим за столом, мы делимся друг с другом всем, что у нас есть. То есть застолье – это очень важная вещь. И итальянцы, конечно, не исключение. То есть для них это очень-очень важно. Посидеть спокойно, не спеша, 3-4 часа, это нормально, точно так же, как и русские. Ну, русскоязычные, скажем так. Или нерусскоязычные, неважно. То есть мы все равно, я думаю, что все родом из Советского Союза, для нас, для всех застолье – это нечто такое святое. Нам посидеть – это очень важно. Вот. Вторая вещь, которая, значит, для меня очень... в Италии мила, важна – это их отношение к музыке. В той деревне, в которой мы, так сказать, собираемся летом и проводим вот эти вот наши удивительные сборища, неподалеку в соседней деревне живет человек, который был басом, пласкало почти 20 лет. А сейчас он на пенсии, он вернулся обратно жить в свою деревню. Мы просто гуляем мимо его дома. Но этот человек удивительный, потому что все то время, пока он служил пласкало, его деревенские, так сказать, его земляки всегда говорили ему, когда он приезжал летом отдохнуть, потому что летом театры не работают, он приезжал, и ему говорили, ну как же так, вот ты поешь пласкало, а мы здесь, вот простые крестьяне, мы всего этого не слышим. И он говорил, подождите, я выйду на пенсию, я вам верну это все. И что он сделал? Он вышел на пенсию, он вернулся обратно жить в свою родную деревню, и каждый год он ставит одну оперу, он находит спонсоров, ему дают деньги, потому что он знаменит гости, и все. И он ставит оперу, и потом совершенно бесплатно возит ее по деревням и показывает ее там с настоящими артистами, с настоящим оркестром. И это совершенно потрясающе, когда вы сидите на городской маленькой площади, просто вы приносите с собой стульчик, садитесь там, и вы смотрите на эту сцену, где происходит вот эта вот драма, где происходит вот то, что происходит в итальянской опере. А я считаю, что еще почему нам тоже, мне кажется, близка итальянская культура, потому что для них опера – это то же самое, что для нас великая русская литература. То есть столько же драмы, столько же всего там происходит, и вот все, вот глаза у всех зарядки и так далее. И вот когда сидишь под этим небом, под этой вот такой очень оперной луной восходящей, и над тобой слушаешь эту музыку, это чувство удивительное. То есть Италия совершенно невероятная, в этом смысле она настолько духовная, что я не удивляюсь, когда я встречаю там наших соотечественников сплошь и рядом, потому что попав в эту страну, невозможно не любиться, и попав туда, невозможно не вернуться. И когда мы начали работать с Люсией, с Люсией, с нашей, возникла такая же история. То есть приезжая в эту вот маленькую бейтери, в эту маленькую пекарню, которая находится на Дамфорс, мы как будто приезжали в маленькую Италию. Там говорят по-итальянски, неважно, там у нее работает куча всякого народа, разных национальностей, но все говорят по-итальянски, все жестикулируют, и все там крутится и варится, и очень все интересно и здорово, и вкуснота необыкновенная. Я, во-первых, прошу вас, чтобы вы посмотрели наш фильм, вот, конечно. Вы посмотрели, потому что это на самом деле удивительная, теплая, хорошая история. А во-вторых, чтобы вы съездили в эту бейкерри, она называется North Pole. Для меня это тоже было очень мило, потому что я из Якутии, и мы находимся вот в зоне, арктической зоне, на Северном полюсе близко. И для меня то, что это называется North Pole, это то, что это было очень здорово и замечательно. Поэтому я вас призываю, так сказать, сходить туда, попробовать вот эту вкусноту и вкусить немножко вот эту итальянскую культуру. У меня настоящий-настоящий итальянский символейно-хлеб, за которым люди приезжают из других городов. Очень рекламированные. Ну и плюс вот эти вот каноли, лучшие каноли, которые были признаны лучшими, вот знаменитым шеф-поваром Ромом Джентиле, который, в общем, два года назад их попробовал и сказал, все, вот это самое лучшее, что есть в Торонто. Следующая, значит, культура, о которой я хочу поговорить, я хочу начать так немножко как бы с интриги. Хочу попросить, чтобы сейчас нам дали следующий клип, мы его посмотрим, а потом я хочу задать вам вопрос, каким образом связана Италия с тем местом, которое вы сейчас увидите на экране. Как, каким образом Италия может быть связана с кульгизией, может быть, кто-то из вас может сказать. Овцы, горы, ощущение гармонии, сыровей, человек. Замечательно, да, все замечательно. Горы, овцы, сыроделание, да, все это замечательно, все правда. Но на самом деле не только это. На самом деле эти страны связаны друг с другом вековой торговой дорогой, которая называлась «Шелковый путь». Более 16 веков просуществовал Шелковый путь. Он проходил через Киргизию, через Казахстан, и заканчивался он в Италии. Он сначала заканчивался в Турции, но потом они дошли до Италии. И вот, допустим, знаменитый венецианский купец Отелло, он был тот самый купец, который ездил по этому великому Шелковому пути, или Парта Пола, который из Италии. Из Италии совершенно верно, да, он уехал жить в Китае, провел там, по-моему, 19 лет. И потом вот получено вернуться, что было тоже удивительно, потому что на этом Шелковом пути убивали торговцев и так далее. Ну вот такая вот интересная вещь, оказывается. Мы очень сильно связаны друг с другом. Понятно, что на протяжении тем более 16 веков это были не только торговые пути, это были культурные связи, очень сильные. Это были пути, по которым проникала религия из страны в страну. То есть это была вообще удивительная вещь. И вот я и мой муж, мы мечтаем, что когда-нибудь нам удастся сделать, это может быть даже фильм о Шелковом пути. Но это будет громадный проект, к которому мы готовимся, конечно, и так далее. Но я хочу поговорить вот об этом проекте, который вы сейчас увидели. Сниматься он будет в Киргизии. И история эта основана на очень глубоких традициях киргизских. На том, что укоренилось в сознании этого народа тоже веками. История маленькой девочки, семилетней, которая является дочерью-тогонщика. И живут они на Джеляу, в горах, где отец пасет диких лошадей. Эта девочка решает стать мальчиком. Актуально. И да, это как бы звучит, да, особенно вот с последними нашими законодательными изменениями в Канаде в отношении, так сказать, людей, геев, лезвияных и так далее. Это может прозвучать, как если бы это была история вот из этой темы. На самом деле нет. Девочка решает стать мальчиком, потому что она хочет, чтобы папа был счастлив. А история заключается вот в чем. Это семья, где есть папа, мама, дедушка, есть четыре ребенка, и все четыре ребенка девочки. И мама беремена пятна. И никто не знает, кто родится. И в семье нарастает это напряжение. А почему? Потому что культурная традиция такова, что у казахов, у киргизов, у людей, так сказать, вот этой культуры совершенно необходимо иметь мальчика. До тех пор, пока у тебя нет сына, ты вроде как не мужчина. И это опять же, это может показаться очень поверхностно. Ну как же так? Ну что же они такие дикие? Ну как бы мы же живем в 21 веке, женщина у нас тоже человек. Когда мы вникаем в то, какой образ жизни вели эти люди в сети века, о том, насколько тяжелый труд табунщика, насколько тяжелый труд мужчины в горах, мы понимаем, что ожидание сына — это не просто так, а это совершенно необходимо, потому что это тот человек, кому отец передаст потом свое дело. то есть, в общем, мы... Я заразилась этой историей, заразилась этой историей своего мужа, который консультирует теперь нас, так сказать, по части технической, операторской и так далее. И я очень мечтаю, что этот фильм состоится. Этот фильм будет называться «Одинокая сосна». И я вам сейчас хочу показать следующий дилет, последний тизер, в общем, как бы просто, чтобы, так сказать, размягчить это все. Он очень такой романтичный, нежный, коротенький. Вот, видите, мы закончили. Спасибо вам большое. В первом тизере, да, на той же... Из казахстана. Из Кирпидзии, да. А, из Кирпидзии. Она Кирпидзии, да. А оператор? Оператор, мы сейчас, кстати, разговариваем с герусинским оператором, фильм, которого выделил сейчас сюрприз «Оскара». Фильм называется «Нами», грузинский, как бы кто увлекает герусинской культурой. Я думаю, что всем будет интересно. Этот фильм скоро должен быть на экране, но сейчас вот Грузия его официально представила, так, так сказать, на «Оскар». Удачи, гордилась. Спасибо большое. Спасибо. Почти не про канули. Как называется? Про канули. Фильм называется «Санта Лучия оф Норс Пол». Значит, нашу героиню зовут Лучия. Лучия ларится. И она сидит вот в этой векере, которая называется «Норс Пол». Поэтому вот, ну, как назвали. Ну, и это еще игра, так сказать, на словах, потому что в эту пикарню постоянно звонят, особенно накануне жительства, звонят дети и просят позвать Санту к телефону. «Полы мая, пола боя, Дальча гож мы спахмурнеля, Вей-вей-вей-вей-вей, Дальча гож мы спахмурнеля, Вальча гож мы спахмурнеля, Что не зелено-сеное эля. Вей-вей-вей-вей-вей-вей, Что не зелено-сеное эля. Не зелено-сеное эля, Дай не холодную воду пи-ля. Вей-вей-вей-вей-вей, Дай не холодную воду пи-ля. Не холодную воду пи-ля, Дай три разы у Крым ходи-ля. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Сядлай ты, конец, яжай садвара, ты нямоя, няня твоя. Это шумовые. Ой, жаль, жаль мне Буде, возьмут я ей люди, возьмут я ей люди, а мне не Буде. Вот там, когда припев, пожалуйста, хлопайте, звените, все под музыку. А там, где запев, там уже дайте нам попеть, а то вы слух не услышите. А горилки не раздали. Шумовый. 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 Это шумовый. 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 ПЕСНЯ 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 Черная гречка, белые крупы, Тримай масса, братки, губы. Тримай масса, братки, купи Бо ягня будем отриматися Будут люди смаятися Будут люди смаятися Ой, мой родик, род мой великий Хай зайграют нам музыки Хай зайграют нам музыки Как здоровы пили, ели Сани, сани, паскламели Сани, сани, паскламели Черная гречка, белые крупы Тримай масса, братки, купи Тримай масса, братки, купи